Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Сегодняшнее видео я делаю по вашей просьбе, и мы с вами поговорим о вине из Изабеллы. Хорошо это или плохо, мы везде можем встретить множество заголовков. Изабелла, яд, это вообще что-то страшное, ужасное. Давайте с вами разберемся. Начнем с того, что действительно в странах ЕС, Европейского Союза и в Америке, вино из Изабеллы запрещено. Но об этом еще чуть позже. Что такое Изабелла? Я сейчас не буду вникать в подробности, я буду рассказывать очень простыми словами. Изабелла это естественный гибрид обычного нашего винограда Витя Свинифера, одного из, скажем так, диких виноградов другого вида. То есть это гибрид. Дальше говорится о том, что в этом гибриде очень много пектинов, и вот это вот вещество, которое называют почему-то иногда лисием и называют лисием виноградом, хотя вот тот, кто это назвал, наверное, лису никогда не нюхал, ладно, имеет вот земляничный привкус, то есть именно из-за этого земляничного привкуса вот он дает в дальнейшем преображение, тра-та-та, метанол, и это очень вредно. Хорошо, допустим, но у Изабеллы есть множество, скажем так, производных сортов. И на самом деле, если посмотреть регламент, то вообще всего шесть сортов запрещено. Один из них Изабелла, и один из них это гибрид Витя Свинифера с другим видом. Не свите с лабруско, то есть вот откуда и слово это лабруско в аромат, а с каким-то еще другим видом. Вообще по регламенту должно быть указано, какие гибриды там, где они должны произрастать и так далее, и так далее, не вникаем. То есть всего шесть сортов, из них, в общем-то, пять лабруско, а шестой вообще из другой песочницы. Хорошо, но на самом деле Изабельных сортов, скажем так, достаточно большое количество. Почему же их не запрещают? Ну, наверное, да, как-то вот странно уже здесь. Ну ладно, пойдем с вами дальше. Значит, из-за чего образуется метанол? Метанол образуется из-за того, что много пектинов. Хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, в домашних условиях мы всегда делаем вино из только винных сортов? Нет. Я думаю, что очень многие делают из столовых сортов, в котором тоже много пектинов, и плодовое вино, в котором тоже много пектинов. Ну что ж, посмотрим дальше. Действительно, метанол при брожении винограда сорта Изабелла, равно как и других сортов, тоже образуется. Туда же идет лидия, и вообще любой виноград, любой виноград так или иначе дает при своем брожении метанол. Единственное, ну все зависит от того, какое его количество. Более того, даже в нашем организме наша микрофлора, которая у нас в кишечнике, она также синтезирует метанол. И он завязан в определенных наших процессах. Но тоже в это сейчас не вникаем. Мы берем только вино. И некоторое время назад было обращение, я сейчас немножко буду подсматривать телефон, потому что я не помню точных вот этих названий. Значит, было обращение со стороны Украины в межправительственную международную организацию виноделов. Значит, обратились за разъяснением, сколько же метанола содержится в винограде сорта Изабелла. И вот получили они ответ официальный за подписью генерального директора этой самой организации, что предельно допустимый уровень метанола в винах составляет 250 для белых и розовых и 400 миллиграмм на литр для красных. А в Изабельном вине концентрация метанола 70-120 миллиграмм на литр. То есть, понимаете, все в пределах допустимых значений. Так вот, более того, попадая в наш организм одновременно, метанол и этанол являются конкурентами. Сам по себе метанол, он абсолютно безвреден. Для нас вредные продукты его переработки, то есть, когда он попадает в организм, наш организм его разлагает на другие вещества, и именно они становятся вредными. Но попадая одновременно с обычным нашим спиртом, этанолом, организм начинает употреблять этанол, а метанол постепенно вводится. Кроме того, концентрацию вот этого самого метанола при производстве вина мы можем несколько контролировать. То есть, что способствует? Настаивание долгое на мязге, настаивание на грибнях, сильный отжим на прессе, потому что все вот эти вещества, они сосредоточены в шкурке. Следовательно, если вы, производя домашнее вино, будете наставить недолго, а некоторые могут наставить вообще, пока шапка не упадет, и все так заливать в бутыли, 3-5 дней, или 3 дня, или 2 дня, этим самым вы уменьшаете концентрацию вот этого метанола, который образуется. И даже если вы все сделаете неправильно, для получения действительно токсичной дозы вам надо выпить, я сейчас даже боюсь назвать эту цифру, в общем, скорее всего, там уже будет токсическое действие этанола, и негативные последствия наступят от него. Так почему же Изабеллу запрещают? Так почему же Изабеллу все-таки запретили? Дело в том, что Изабелла – это такой космополит, он практически как сорняк. Даже у нас в Беларуси, если посмотреть большинство дач, приусадебных хозяйств, пусть не у каждого второго, а у каждого третьего, и, наверное, у 95% людей, у которых растет виноград, растет именно Изабелла. Виноград потрясающе устойчивый. Почти там не бывает у него никаких заболеваний, он выдерживает большие морозы, и даже если в весенних заморозках почки подмерзают, то она может плодоносить и на замещающих почках. То есть потрясающе плодовитый, потрясающе выносливый сорт винограда. И по сравнению с теми же европейскими сортами, ну, они требуют обработок. И, в принципе, многие европейские сорта, они неустойчивы к заболеваниям. А, следовательно, надо что? Надо их обрабатывать. А это химическая промышленность, которая на все это работает, это деньги. Ну, кроме того, Европа тоже защищает свой рынок виноделия. То есть мы понимаем, что они больше подвержены каким-то природным условиям и катаклизмам. Изабелла вынесет все, в чем довольно плодовито. Соответственно, ну, чем меньше продукта на рынке, тем выше его цена. Все понятно. И чтобы держать ту же цену на вино, есть смысл делать что? Ограничивать этот продукт на рынке. Хотя, конечно, тоже все дело вкуса. Кому-то нравится изабельное вино, кому-то не нравится. Кто-то предпочитает белый вина, кто-то красный вина, кто-то предпочитает вообще чилийские такие очень специфические, кто-то грузинский. То есть, ну, о вкусах не спорят. Хотя, тоже на рынке вина есть определенные модные тенденции, которые возникают. Ну, соответственно, все на этом зарабатывают. Так что о вкусах не спорят. Конечно, вы можете услышать, что кроме метанола, там еще какие-то могут быть такие страшные вещества, которые являются канцерогенами. Тоже в свое время. Ну, я ей не буду давать ссылки. В общем, если кому-то интересно, вся информация есть в открытых источниках. Просто надо читать не из статьи на таких сайтах, которые собирают все, что угодно поверхностно. В принципе, найти можно эту информацию. Несколько исследований в разное время проведено. Приблизительно 60-70-е годы. Кстати, это то время, когда активно озаботились вдруг вином из Изабеллы. Было исследование на животных по вот этому самому вредному действию вина из Изабеллы. Так, в общем, получилось, что единственное вредное действие это большое количество спиртного напитка и все. То есть никакие данные не подтвердились. Исследования были независимы друг от друга. Проводились в разных годах и в разных институтах. Ну, собственно, это то, что касается вреда. Но, с другой стороны, на самом деле, Изабелла не самый лучший сорт для вина. Особенно для средней полосы. Ну, а теперь поясним почему. Во-первых, у нее очень длительный срок созревания. 160-180 дней. Для сравнения, виды Каберне некоторые, по-моему, Кертис и Король, наверное, 140, а Савиньон, наверное, чуть больше. Я не помню точные цифры. То есть даже они созревают раньше. Это то, что считается, ну, скажем так, эталонами для производства вин. То есть Изабелла позднее, в средней полосе, и выращивать ее для производства вина нецелесообразно. Потому что созреть она не созреет, а для хорошего вина. Вы же делаете для себя, вы хотите хорошее и вкусное. Есть другие сорта, которые действительно у вас созреют. Зачем, ну, как бы мочатся с тем, что не созревает. И надо сыпать там кучу сахара, кучу воды и кучу-кучу всего. Вопрос, зачем, если есть альтернатива. Конечно, в регионах, где вызревает Изабелла, почему бы нет. Еще один такой момент у Изабеллы. У нее очень высокая кислотность. Ну, особенно, если она недозревшая. Наверное, большинство помнит это ощущение, когда аж скулы сводят вот от этой кислоты. То есть кислоты в ней очень много. И, как правило, для того, чтобы ее понизить, разбавляют водой. Потом надо добирать сахара. Ну, и так далее. То есть много и сложно. Можно пойти более простым путем. Хотя, конечно, в регионах, где она созревает, кому нравится этот вкус, а многим он действительно нравится. Он приятный такой, как его называют, там и земляничный, ароматный. Нравится? Делайте. Ну, конечно, для средней полосы я рекомендую. Просто рассмотрите другие варианты. Вариантов много хороших. То, что будет созревать. И вам не надо будет кучу делать лишних манипуляций, телодвижений в виде всех вот этих вот добавок. То есть все можно сделать гораздо проще. Но с другой стороны, по итогу решать все вам. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку еще, вы найдете ссылку на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов винограда. Мои контакты. И до новых встреч. Пока. Пока.